Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На остров любви отправилась Ольга Орлова. Пока неизвестно, сменит ли она на посту Влада Кадони, или будет вести новое шоу, о котором уже давно говорят. Проект покинула новенькая Кристина Лапзина, которая прилетела на остров к Филу Кострубову. Она опубликовала в сети пост и призналась, что в проекте разочарована. «Я не готова что-либо делать по указке, идти наперекор своему мнению и делать так, как говорят. Все, что происходило со мной на проекте, я считаю унизительным». Кристина уверяет, что у нее с Филом не было волшебства. Ну а Фил продолжает проводить кастинг для девушек. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш поменяли планы. После церемонии на Сейшелах они хотели оформить брак официально в России, но предстоящую свадьбу они отменили. Между ребятами произошла очередная ссора. В ответ на оскорбление от Лилии Сергей плюнул ей в лицо. После этого девушка набросилась на него с кулаками. На поляну приехала мама Лизы Триандофилиди Алла. Многим зрителям женщина не понравилась. У нее платье не по возрасту, дешевый макияж и очень свободные нравы. Рома Гриценко не хотел бы, чтобы мама Лиза оставалась на проекте. Андрей Денисов очень хотел построить отношения с новенькой Настей Датюковой, но он не добился от нее взаимности. А Настя проявляет симпатию к Алексею Чайчицу. Ему тоже девушка нравится внешне, может быть у них что-то получится. Зрители продолжают голосовать за уход с проекта Леры Фрост. В приложении TNT Club она лидирует с большим отрывом. Благодаря откровениям одного из домовцев стало известно, почему Лера до сих пор на Доме-2, несмотря на то, что на ее изгнании настаивают и зрители, и участники. Если верить информатору, еще будучи на Сейшелах, Фрост была приглашена на яхту одного из спонсоров. Она очень хорошо отработала выезд и стала неприкосновенной. Также умения Фрост сказались положительно и на ее зарплате. И даже дорогое кольцо было выиграно по приказу свыше. Евгению Феофилактову видели в магазине одежды с новым бойфрендом. Вместе с ней был и сын Даниэль. Он играл прямо на полу в магазине, и это нисколько не смущало Женю, которая была занята исключительно собой. Очевидцы, сделавшие фото, отметили, что в реальности девушка выглядит не очень. У нее ужасная прическа, фигура. Неотразимой же красоткой она становится только на снимках, обработанных в фоторедакторах. Алиана Устиненко в недавнем интервью рассказала о жизни с Сашей Гобозовым. У мужчины было пристрастие к алкоголю. Она не исключает, что сейчас Гобозов бросил пить, потому что он активно занимается спортом и стал выглядеть лучше. Но, несмотря на недостатки, ее муж всегда был хорошим отцом для Роберта, и она не боится оставлять мальчика с ним. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.